Ну а перед началом данного видео, друзья, я бы хотел посоветовать вам подписаться на одного хорошего парня. Это начинающий ютубер, который проводит частые стримы по играм Fortnite, CS, PUBG. Также после Нового года на канале будут выходить видео по различным сюжетным играм. На его стримах всегда уютно и тепло, и я думаю, что вы найдете здесь для себя что-то новенькое, интересное. И ему будет приятно с вами пообщаться. Также есть у него своя группа ВКонтакте, все ссылочки будут в описании под видео. Ну а мы начинаем. И всем привет, друзья, вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и сегодня у нас серия Universe Sandbox 2, друзья. Сегодня у меня серия по системе Гаргантюа. Я думаю, многим вам эта система знакома по фильму Интерстеллар. Для тех, кто не смотрел этот фильм, то обязательно посмотрите. Так, короче, ребятки, давайте сразу зайдем в нашу мастерскую Steam. Кстати, эту систему создал мой подписчик Дмитрий Тихомиров. Всем, кому будет интересно, ссылочка на систему будет в описании под видео. Так, давайте посмотрим. Вот она, система Гаргантюа. Боже, как тяжело это выговаривать. Вроде бы не тяжело. Так, давайте посмотрим. Насколько я помню по фильму, то здесь вообще система Гаргантюа, там находится черная дыра с аккреционным диском, вокруг которой вращаются две планеты Миллер и Ман. Да, вот, кстати, они. Но я вот помню, что черная дыра, она была с ярким желтым диском. Почему-то здесь этого как бы особо не видно, хотя можно просмотреть. Да, вроде бы чуть-чуть просматривается. Так, ладно. И... Еще у нас должна быть планета Эдмунд. Да, вот планета Эдмунд. Так, в фильме, стой, подожди. Планета Эдмунд, и вращается она вокруг нейтронной звезды Пантагруэль. Так, давай посмотрим Пантагруэль. Так, движение, масса, понятно. Температура. Так. Подожди-ка. Так, давай запустим время, наверное, я думаю. Хотя, немножко вот так вот, 20 секунд в секунду. Так, Эдмунд. Ну, я думаю, наверное, нужно рассмотреть сначала самую первую планету. Это планета Миллер. Планета Миллер. Которую... По фильму исследователи... На самую первую они спустились на эту планету. Блин, что за текстура, я не пойму. Так, ну, в принципе, Миллер, да, блин, она такая же, как в фильме. Насколько я помню, время на поверхности там многократно замедленно. Один час, по-моему, равен семи годам на Земле. Кстати, планета полностью состоит из воды. По крайней мере, состояла из воды, я не знаю. Может быть, конечно, есть отдельные части каких-то суш. Остав, так, состав. Вода. Ну, уровень, конечно, больше, чем на Земле. Силикат железа. Так, а движение? Что у нас по движению? Орбитальный период. 5 часов. Так, он падает. Так, поверхность. Давай посмотрим температуру. Температура, так. О, здесь температура высокая. Я вот не помню, как было в фильме. Так, 120. Это у нас на экваторе, представляешь? А на полюсах, в принципе, более-менее терпимо. 55 градусов, 50. Так, подожди-ка. Атмосфера, давление. Давление, в принципе, в норме. Чуть повышено, чем на Земле. Харниковый эффект 52. Кстати, там большие на планете вообще должны происходить цунами. Поскольку я помню, когда исследователи приземлились на эту планету, то в конце их убытия накрыла очень большая волна цунами. И один герой, по-моему, там погиб. Ну, это, по-моему, облака. Я вот смотрю, просматриваю. Это вроде бы как облака какие-то. Непонятно. Так, ладно. Хорошо. А что у нас по движению? По движению вокруг черной дыры? По-моему, ее просто разорвет. Я так думаю. Да, планету, наверное, разорвет. Видишь, движение немножко не настроено. Так, ладно. Планета Ман. Друзья, планета Ман. Скажу, друзья, что это очень холодный и недружелюбный мир. Поскольку в атмосфере присутствует кислород, хлор и аммиак. Ну, по крайней мере, дышать там можно. Потому что вроде как хлор должен рассеиваться на этой планете. И, кстати, еще удивительно. Там есть твердые ледяные облака. Так что, блин, тебя даже зонтик не спасет. Я думаю, если куски льда будут отваливаться и падать тебе на голову. Подожди-ка. Давай посмотрим состав. Состав. Так, воды здесь вообще нет. Водородное, это понятно. Твердое тело. Железо очень маленькое, конечно, ядро. Так, поверхность, температура 31 на экваторе. Так, плюс 30. Ну, наверное, скорее всего, здесь должен быть минус, я думаю. Да, ну вот на полюсах минус 16. Массерная масса, давление. Давление очень низкое. Минимальная температура, да, вот 37, максимальная 31. Так, подождем. Обзор движения. Так, обращение. А где у нас период обращения, период вращения химчастопа? Ага, хорошо. Кстати, по-моему, на планете даже есть органика. Ну, по фильму, по крайней мере, вроде как так было. Я точно не знаю. Но давай посмотрим. Так, вот она нейтронная звезда Панта Груэль. Тоже достаточно интересно. И посмотри. Последняя планета Эдмунд. Которую потом, якобы в фильме, оказалась она пригодна для существования какой-то жизни. Для колонизации планеты Эдмунд. И вот она, зона обитания. А здесь синяя, вот она. Это, то есть, ну, чуть, Эдмунд находится чуть дальше зоны обитания. Но я думаю, в принципе, жизнь здесь могла бы существовать. Обзор. Давай посмотрим обзор возраста. Так, возраст. 50 миллиардов лет. Средняя температура 7 градусов. Так, подожди-ка. Период вращения 7 часов. Орбитальные 4. Как тут быстро проходят дни. Так, состав. Давай посмотрим. Да, есть немножко воды, конечно, на поверхности. Так, давай посмотрим саму планету. Планета Эдмунд. И посмотри. Огни на планете. Да ладно. Она уже заселена землянами. Классно. Зеленый цвет, я так понимаю, это все-таки есть какая-то растительная. Сильность. Лед на поверхности. По-моему, плотная атмосфера. Плотная атмосфера. Так, поверхность. На экваторе 25. Ну, блин, я тебе скажу, это хорошо. В плюсах 30. Ну, ты знаешь, что это сравнимо, можно сказать, наверное, с землей, я думаю. Чем-то похоже на землю. Точка кипения 109. Атмосфера. Атмосфера, так, давление. Давление тоже повышено. Чуть повышено, но это нормально. Прониковый эффект. 94. Стало на прониковый эффект позже. Да, эта планета, я думаю, кандидат в превращение в дальнейшем и будущем в Венеру. Хотя, может, я ошибаюсь. Сходство с землей. Да, 92%. Вероятность жизни 35. То есть, ну, не очень, конечно. Вероятность жизни не очень, конечно, у нас здесь можем долго существовать. Так, а давай посмотрим на Миллера. Сходство с землей 77. Вероятность жизни 53. Здесь, конечно, больше, да, шансов. А вот на Мания, она практически, смотри, 91% сходства с землей, а вероятности жизни здесь никакой. Согласен, да, все-таки хлора, аммиак, блин. И твердые, огромные, тяжелые ледяные облака, блин. Но эту систему сейчас просто разорвет. Нужно было немножко как-то ее отдалить. Ну, можно здесь, кстати, в дальнейшем, если что, я думаю, поэкспериментировать даже. Интересная система, интересная довольно-таки. Я бы хотел понаблюдать ее в Space Engine. Я думаю, это тоже будет круто. Я в дальнейшем, думаю, я попробую это сделать. Ну, что ж, друзья, наверное, на этом я закончу свою короткую серию. Всем, кому понравилось, пальчик вверх, подписочка на канал, жмем колокольчик. Всем, кому понравилась эта система, ссылочка на нее будет в описании. Всем пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok